Друзья, рада вас приветствовать на канале InvestFuture. Вы смотрите выпуск самых главных новостей, обзор ключевых событий за 6 ноября 2019 года. В целом на мировых рынках настроение сегодня достаточно неплохое. Инвесторы ждут каких-нибудь новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем и возлагают на всю эту историю очень большие надежды. Настроение инвесторам не испортили даже не очень хорошие данные по США, которые показали, что производительность труда в США в третьем квартале снизилась и снижение зафиксировано впервые за последние 4 года. Ну что ж, давайте пойдем по новостям. У нас сегодня довольно много тем из корпоративного сектора, потому что ключевые компании как в России, так и за рубежом продолжают отчитываться. Кто-то за третий квартал, кто-то за все 9 месяцев 2019 года. И давайте начнем говорить о компании «Роснефть». Мы уже вчера обсуждали ее операционные результаты, а сегодня вышел отчет за 9 месяцев по МСФО, который показал, что по итогам 9 месяцев, то есть с начала 2019 года, чистая прибыль «Роснефти» выросла на 25%. «Гипеда» показала рост на 5%. Такие позитивные результаты стали возможны, как говорит компания, благодаря росту операционной прибыли, снижению финансовых расходов и восстановлению добычи после инцидента на трубопроводе «Дружба», которая подпортила существенно картину «Роснефти» во втором квартале 2019 года. В целом компания продала достаточно много нефти за первые 9 месяцев, на 20% больше, чем по сравнению с результатами 2018 года. И нефть падала, но высокие продажи позволили скомпенсировать негативный эффект. Вообще за 9 месяцев средняя цена барреля нефти «Юралс» снизилась на 9%. Достаточно заметное снижение. О влиянии падения нефти на бизнес нефтяных компаний мы с вами еще обязательно сейчас поговорим. Ну, кстати, если говорить чисто о третьем квартале, то у «Роснефти» не так все безоблачно. Да, чистая прибыль выросла почти на 60%, но выручка за этот период упала таки на 3%. Если посмотреть на то, что говорят аналитики про «Роснефть», то здесь мы увидим довольно много позитивных прогнозов. Например, в компании «Велес Капитал» подозревают, что в ближайший год акции «Роснефти» могут подорожать еще почти на 20%. США сегодня обсуждают отчет компании «Чиса Пик Энерджи» – это нефтегазовая компания за третий квартал. Отчет оказался слабым и уже третий квартал подряд не дотягивает до прогнозов аналитики. Выручка добытчиков нефти и газа сократилась в годовом выражении почти на 15%, при этом средняя добыча в сутки снизилась на 11%. В компании говорят, что в ухудшении показателей виноваты слишком низкие цены на нефтегаз. И сотрудники компании признаются, что вполне вероятно, что обслуживать долги при сохранении такой низкой цены на энергоресурсы компания не сможет. Естественно, рынкам это не нравится, и после публикации слабого отчета акции «Чиса Пик» рухнули почти на 2% в моменте. Инвесторы не верят в обещание компании сократить расходы в 2020 году, а она уже анонсировала планы на сокращение капитальных расходов на 30% плюс административных. Тем не менее, инвесторы очень сомневаются, что «Чиса Пик» будет и дальше генерировать свободный денежный поток при таком развитии событий и всерьез опасаются дефолта по долгам компании. Ну и последняя новость из корпоративного сектора. Стало известно, что компания Xerox предложила выкупить компанию HP. Дело в том, что бизнес в секторе производства печатной техники в последнее время идет не очень хорошо, потому что падает спрос на копировальное оборудование, документы, условно говоря, стали печатать меньше. И обе компании испытывают определенные финансовые трудности. Причем интересно, что Xerox хочет поглотить HP, при том, что покупатель стоит на рынке в три раза дешевле, чем компания, которую она планирует приобрести. Рыночная капитализация Xerox всего 8 миллиардов долларов, а рыночная капитализация HP оценивается в 27 миллиардов долларов. Но, тем не менее, Xerox планирует рассчитаться за сделку деньгами и ценными бумагами. Уже получила одобрение от какого-то крупного банка, который будет содействовать в проведении этой сделки. Гарантий, что она совершится, пока еще нет, но переговоры ведутся. Накануне стало известно, что японская компания Fujifilm не будет покупать Xerox. А переговоры об этом шли несколько лет, но договориться так и не удалось. И в итоге Xerox продаст свою долю в совместном предприятии с Fujifilm, получит от этого деньги и, видимо, планирует их направить на выкуп компании HP. Почему это интересно обеим компаниям? Потому что объединение позволит существенно сократить издержки, а это сейчас абсолютно необходимое решение для обеих компаний, чтобы выжить в меняющейся деловой среде. Интересно, что в 2019 году акции Xerox, кстати говоря, выросли. И выросли очень даже неплохо, на 85%. Рост начался после того, как компания анонсировала свою программу по сокращению издержек. Инвесторам это понравилось. А вот акции HP, наоборот, за прошедшие месяцы проседали. Во многом это связано с тем, что у компании перестала работать старая бизнес-модель, когда HP продавала принтеры очень дешево, фактически себе в убыток, зарабатывала на том, что продавала картриджи по достаточно высокой цене. Но покупатели сориентировались и картриджи теперь в основном покупают в других сторонних организациях. И получается, что HP по этой модели зарабатывать деньги не может. После новости о возможной сделке акции HP прибавили более 7%. Рынкам понравилась такая инициатива. Тема номер четыре. Криптовалюту в России объявят вне закона. Эксперты пришли к такому выводу после того, как проанализировали новую версию проекта о цифровых финансовых активах. Законно было принято, Думой в первом чтении в мае 2018 года, но при этом до сих пор находятся в доработке и периодически выплывают какие-то интересные детали. Так, как заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, последние поправки предусматривают, что выпуск криптовалют может быть легализован только на закрытых блокчейновых платформах. То есть получается, что реально децентрализованные активы оказываются вне правового поля, такие как битвкоин, эфириум и все остальное, к чему привыкли традиционные криптотрейдеры и криптоинвесторы. При этом Аксаков заявил, что такой подход является компромиссом и позволяет балансировать между жесткой позицией центрального банка, который фактически выступает против свободного обращения криптовалют. Также силовые структуры криптовалюты не одобряют, потому что, естественно, считают, что это источник финансирования каналов, финансирования терроризма и распространения наркотиков. Но, по сути дела, мы получаем достаточно грустную для криптоинвесторов картину. По всей вероятности, они смогут и дальше покупать и продавать крипту, но просто это будет находиться вне правового поля. Также можно ожидать, что для цели спекуляции, скорее всего, мы увидим все-таки появление в России каких-то производных инструментов, которые все-таки позволят, ну, скажем так, делать ставки на движение основных криптовалют. Но вот напрямую ими владеть и уж тем более расплачиваться, по идее, мы с вами иметь право не будем. Что вы думаете о таких новостях? Пишите в комментариях. Ну и пятая тема. Мне хотелось бы вам рассказать печальный прогноз, который дает миллиардер Рэй Далио по перспективам мирового экономического устройства. Как метко отметил господин Далио, мир сошел с ума от легких денег. Выступая на Гринвичском экономическом форуме в Коннектикуте, Далио заявил, что растущее неравенство и огромное количество свободных денег, которое появляется из-за вот той самой стимулирующей политики центральных банков, буквально угробит мировую финансовую систему и убьет капитализм в том виде, в котором мы его знали. Далее он называет попытки центральных банков простимулировать экономический рост бесполезными, но при этом мы видим огромное количество так называемых легких денег, доступ к которым получают люди, у которых по факту деньги уже есть и может быть они им уже даже и не нужны. Это провоцирует совершенно бешеный рост фондовых рынков, который оторван от реальности. Это заставляет венчурных инвесторов вкладывать деньги в стартапы с сомнительными перспективами, вкладывать деньги даже под отрицательные ставки, потому что что-то с этими деньгами нужно делать. Но при этом у государств денег как не было, так и нет. Мы видим растущие дефициты бюджетов и как следствие далее полагает, что в будущем это приведет к большим проблемам в международном масштабе с системами пенсионными и с системами здравоохранения. И как считает Далио, все вот это безумие, которое сейчас переживает мировая финансовая система, может прекратиться только если центральные банки вернутся к повышению ставок. Но это будет губительно для финансовых рынков и мировой экономики и фактически текущее экономическое устройство просто может не пережить фазы повышения ставок, потому что мир уже плотно подсел на иглу дешевых денег. При этом Далио отмечает, что пропасть между богатыми и бедными людьми будет только углубляться и такое неравенство фактически просто убьет всю современную цивилизацию. Вот такой вот прогноз. Далио человек, конечно, очень интересный. У меня на канале было отдельное видео про его принципы работы и принципы инвестирования. Я рекомендую посмотреть, если вы не видели. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии внизу. Это было видео в книжной рубрике, где мы обсуждали книгу Рея Далио «Принципы». Ну и уж если мы заговорили о книгах, то я не могу не напомнить, что у нас на канале проходит сейчас два активных конкурса. На ютубе мы разыгрываем книгу «Крах титанов» про Бэнк оф Америка и Мэрил Линч, а у меня в инстаграме я разыгрываю книгу «Деньги и власть» про банк Goldman Sachs. Там очень интересные истории рассказываются, которые, мне кажется, помогают понять вот именно как функционирует текущая порочная финансовая система, о которой как раз и говорит нам господин Далио. Не забудьте поучаствовать в конкурсах. Ссылки и на ютуб, и на инстаграм есть в первом закрепленном комментарии. Также утром в среду вышли очередной шестой выпуск нашего инвестиционного шоу. Если вы хотите узнать, какие активы на этой неделе я положила в ленивый и народный портфель, то обязательно посмотрите наш свежий выпуск. Ссылка на него также есть внизу. И обязательно пишите в инвестшоу в комментариях ваши инвестиционные идеи для покупки в народный портфель. Я внимательно читаю все ваши комментарии. Спасибо! Если было полезно, не забываем ставить лайк, подписываться на канал, жать на колокольчик, показывать это видео своим друзьям. В описании к видео есть ссылки на наши социальные сети, в первом закрепленном коменте много других полезных ссылок на наши видео, которые также могут вам понравиться. С вами была Кир Юхтенко, команда InvestFuture. Я жду вас на нашем канале. Видео у нас выходит каждый день.